Мой позывной Черешня, ведь я с родины Черешни, родом из-под Мелитополя. Евгению 46. Прошлой зимой он стал добровольцем в составе 14-го отдельного стрелкового батальона Полесьем воевал за Бахмут, а в мае нынешнего года получил тяжелое ранение. Мне осколок залетел в бок и остановился в посвоночнике. У меня было такое впечатление, что мне половину тела оторвало, нижнюю половину, начиная от пупка. Я не чувствовал ног вообще. Евгения частично парализовала, теперь передвигается на коляске. В общем, где-то полтора месяца я вообще неподвижно пролежал в кровати. Позади многочисленные операции, лечение и реабилитация. Сейчас заново учится ходить, занимается каждый день. Это уже недавно, около месяца, как я научился сгибать колени. Полчаса таких занятий, не больше. Боец уже достиг неплохих результатов. Удалось добраться до опорных мышц правой ноги, что дало возможность сделать ходьбу более функциональной. И в пределах палаты, а также за ее стенами. По ровной поверхности, до 50 метров, Евгений на данный момент может самостоятельно передвигаться. Сейчас боец проходит реабилитацию в Ровенском областном госпитале ветерана войны. Его здесь называют человеком-улыбкой. Он относится к категории людей, которые принимают любые удары от жизни с улыбкой. Он скорее будет поддерживать других людей, нежели станет жаловаться на свою тяжелую судьбу. Мечта Евгения снова ходить. Пока что свободно передвигаться позволяет только вода. Без воды я еще не могу делать полноценный шаг на правую ногу. А в воде я уже опираюсь на нее. Поднимаю, ставлю. Занятия в бассейне, признается боец, вернули ему жажду жизни. А плавание стало не просто физической терапией. Нагрузки на спину, на пресс. Это очень хорошая реабилитация. Сам-то с моря. Плавать то я плавал. А именно в бассейн попал в первый раз в Ровенском госпитале. Профессионально я не занимался. Не было у меня тренеров. Не было возможностей. И вот Евгения уже участвует в соревнованиях по плаванию. Главное участие. Еще рано мне на результат плавать. Это отбор на чемпионат Украины среди взрослых и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха. Ветераны борются за возможность представлять Ровенскую область. Для них это повод, скажем так, посоревноваться, проверить себя, показать свое мастерство. Мы привлекаем их, возвращаем гражданскую жизнь в каком-то смысле. Помогаем им раскрыть себя, несмотря на те повреждения и травмы, которые они получили. Евгений преодолел две дистанции по 50 метров. Вольным стилем и брасом. Результат – два третьих места. Удовольствие. Замечательно. Все хорошо. Думал, не доплыву. Доплыв, как видите. Плавание не только оздоровляет бойцов, утверждают специалисты, но и помогает им в социализации. А реабилитацию в воде не заменит ни один тренажер. Когда они занимают места, они начинают больше верить в себя. Когда есть режим тренировок, у них появляется цель. Цель в жизни – желание заниматься спортом. Дальше жить. Альтернативы плаванию нет. Для Евгения это не первые соревнования. Он уже принимал участие во всеукраинском турнире для военнослужащих «Сильные Украины». Завоевал первое место в спортивной гребле. Евгений гордится своими достижениями и надеется, что его история поможет также поверить в свои силы другим раненым бойцам. Не стоит никому в себе сомневаться. Я всегда стараюсь подбадривать парней. Грубо говоря, мотивировать, что даже с такими ранениями, как у меня, жизнь не заканчивается. И можно жить. Можно чего-то достичь. Кроме отчаянного желания ходить у Евгения есть еще одна мечта – увидеть родных. Они остались на оккупированной территории. Значит, рассуждает военный, нужно скорее отбить у противника захваченные территории. И это его стимул как можно быстрее вернуться в вооруженные силы.